В павильоне номер 69, где состоялось торжественное открытие Всероссийской выставки, без преувеличения яблоку было негде упасть. В этом году свой аграрный потенциал продемонстрировали более 60 российских регионов России, 38 стран мира, больше двух с половиной предприятий и организаций отрасли. Церемония открытия выставки проходила на импровизированной сцене, устланной зеленой травой. Открывал золотую осень министр сельского хозяйства России Николай Федоров. Глава Минсельхоза поздравил всех участников и гостей выставки с началом главного аграрного праздника России и отметил важность и востребованность труда отечественных аграриев. Николай Федоров в своем выступлении также отметил, что обладающий богатой историей главный аграрный форум России сохранил свою актуальность и по сей день. Если в 2009 году у нас было представлено 50 регионов России на этой выставке, в 2010-м 55, в прошлом году 58, а в этом году 61 регион. Если в прошлом году были делегации из 32 государств мира, в этом году делегации из 38 государств мира. Вообще пора, пора открываться России уже по-другому, по стандартам 21 эго. Брянской продукции, которой славится наш край, место, разумеется, нашлось, и немалое. Наша экспозиция в самом центре выставки. Свою продукцию и наработки в нынешнем году на ней демонстрируют больше 30 предприятий и организаций региона, в их числе ведущие производители мясомолочной и кондитерской продукции, соков, кваса и солода, консервированных деликатесов. Брянская область по-прежнему гордится своими аграриями. Об этом заявил принявший участие в выставке заместитель главы области Николай Симоненко. Многие говорят, вы знаете, сельское хозяйство не развивается. Я глубоко убежден, что все селяне и труженики агропромышленного комплекса Брянской области на это отвечают, что это нет. Из года в год увеличивается поддержка. Вот сейчас принято решение, еще миллиард, миллиард рублей Министерство сельского хозяйства в виде субсидий дает Брянской области. Это более трех миллиардов денежных средств поступило за счет только федерального бюджета. Более 15 миллиардов кредитных ресурсов вкладывается в сельское хозяйство. И это в результате дает отдачу. Как обычно, на выставке «Золотая осень» можно ознакомиться с результатами реализации государственной программы развития сельского хозяйства в регионах. В коллективной экспозиции Брянской области приняли участие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и научные учреждения. Брянцы и в этот раз сумели по-настоящему удивить гостей своей продукцией. Брянцы и в этот раз сумели по-настоящему удивить гостей. Для всех посетителей «Золотой осени» региональные участники приготовили множество сюрпризов. Здесь можно было и продегустировать творожки, сметану, сыр, колбасу, выпечку, йогурты, кефир, молоко и другие вкусности. А также купить их по ценам производителя. По мнению всех участников, привезших в этот раз множество наград, выставка «Золотая осень» – это масштабное, впечатляющее и запоминающееся предприятие, дающее прекрасную возможность общения и обмена опытом, что очень важно для развития производства. Татьяна Глазова, Сергей Ковач, События Москва.